Здравствуйте, меня зовут Ольга Гомбоева и это курс «Освой свой гаджет». Сегодня мы рассмотрим Telegram. Это быстрое и мощное приложение, которое позволяет обмениваться сообщениями. К числу преимуществ Telegram я бы отнесла приятный дизайн, отправка любого формата сообщений, а также скорость работы этого приложения. Даже если у вас телефон не самой последней модели, а скажем так, довольно старенький телефон, то это приложение будет работать быстро и без нареканий. Итак, если вы хотите установить приложение Telegram на свой телефон, что для этого нужно сделать? Я напоминаю, что все приложения для телефона мы берем в Play Market. Для этого снова находим наш разноцветный треугольничек, нажимаем на него, вводим свои регистрационные данные. Как зарегистрироваться в Google аккаунт мы уже с вами проходили на предыдущих занятиях. Я надеюсь, что вы сохранили свои регистрационные данные и у вас не возникнет проблем с этим пунктом. Вы вводите и в строке поиска, либо в списке приложений вы находите Telegram и вот такой значок бумажного самолетика. Вы на него нажимаете и попадаете в меню этой программки. Здесь у вас будет кнопочка установить. Вы ее нажимаете и вы увидите надпись, что скачивается или загружается или обрабатывается. Ну, одним словом, вы увидите, что идет скачивание этой программы. Когда загрузка завершится, вы увидите новую кнопочку «Открыть». Это будет значить, что все, вы скачали это приложение, но вы его еще не установили на свой телефон. Нажимаете «Открыть» и у вас появляется новое окошко, которое предложит вам начать работать с Telegram. В этом окне вам нужно нажать кнопочку «Продолжить на русском» и у вас запросит ввести ваш номер телефона. Не нужно этого бояться, это стандартная процедура. Вы вводите номер телефона и вам придет код на ваш телефон, который вам нужно будет ввести в отдельном окошке. Будет такой же набор, как вы, когда совершаете звонок, то есть те же кнопочки, ничего сложного. Этот код, который придет вам в сообщениях, вы вводите, подтверждаете, что все правильно. И на этом загрузка и установка приложения Telegram на ваш телефон завершена. Что нам дает эта программа? Ну, в первую очередь, это, конечно же, общение. Это удобный способ обменивания сообщениями. Если вы зарегистрировались в Telegram, то вашим знакомым или друзьям или родственникам, которые уже пользуются этой программой, придет сообщение, что такой-то человек присоединился в Telegram. И вы сможете с ними уже переписываться. Если нет кого-то из ваших знакомых в этом приложении, но вы хотели бы с ним общаться в Telegram, вы можете пригласить его. Нажимаете кнопочку и на WhatsApp или на Viber будет отправлено приглашение с предложением присоединиться в Telegram для общения. Ничего сложного нет. Очень удобный, быстрый способ переписки по сравнению с WhatsApp. Ну, это примерно одинаковое, я бы сказала, приложение, но в WhatsApp нет таких каналов, чатов, ботов, как есть в Telegram. Чтобы отправить сообщение в Telegram, вам нужно найти карандашик, и тот контакт, кому вы хотите написать. Вы нажимаете этот карандашик, и у вас появляется окошко, как обычное сообщение, когда вы пишете в телефоне. Вы пишете все, что нужно, и вот этим самолетиком отправляете. К недостаткам Telegram я бы отнесла не очень удобный поиск каналов. То есть, на самом деле, огромное количество пользователей Telegram есть, да, но сложно их найти. Даже если вы знаете какого-то человека, что он точно пользуется, ну, какую-то, допустим, публичную личность и вводите его имя и фамилию, это не значит, что вы сразу найдете его канал. Что в этом случае делать? В обычном поисковике, в Яндексе или в Google, просто вбейте, допустим, там, какого-то актера и его Telegram-канал, и вам выйдет название этого канала, которое вы потом уже вобьете в Telegram. А как пример, я вот здесь указала некоторые каналы, допустим, Соловьев Live, это канал Владимира Соловьева, COVID-2019 Official, это официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом, там вы найдете самую последнюю информацию, сводки, какие-то новости, связанные с эпидемией ковида. Moscow Map, очень интересное приложение, которое сообщает о всех культурных событиях нашего города. И, допустим, Класс Муз, это русскоязычный канал классической музыки, который тоже, кроме того, что примеры музыки там можно найти, какие-то интересные факты, интересные истории. Это просто как пример каналов, вы можете, конечно же, найти свои, присоединиться к этим каналам, но, я повторюсь, если вы не найдете это в Telegram, просто в поиске, то зайдите в обычный поисковик Яндекс или Google и постарайтесь найти название канала там, и уже потом перенести его в Telegram. Ничего сложного на самом деле, я надеюсь, что вы установите, все получится, и вы сможете пользоваться еще и таким приложением, как Telegram. На этом все, всего доброго, до свидания.